Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале NotPostRigun. И сегодня мы поговорим о небольшом изменении в комплектации машинок валовских для барберов, беспроводных машинок. Большинство покупателей, кто купил в 2021 году, наверняка даже не заметили этих изменений. А на самом деле изменения довольно интересные. Смотрите, здесь у нас два Magic Clip. Отличаются они датами производства. Вот эта машинка выпущена в 2021 году. Вот эта машинка, она выпущена на самом деле в 2018 году, но с подобной начинкой они выпускались до конца 2020 года. И где-то с января 2021, наверное, резко изменились по комплектации. Чуть-чуть совсем незаметно и довольно существенно по начинке. Итак, давайте посмотрим, в чем же отличие. Внешне машинки на рубеже годов никак не поменялись. Как можно отличить по внешним признакам, это по зарядному устройству. Смотрите, старое зарядное устройство, ну, был здесь такой вот разъем. Не важно, какой он формы, главное, обратите внимание, он полностью черный. У новых зарядка вот такая вот, с сереньким кончиком. Такая же зарядка была, допустим, у беспроводного дитейлера. Который ли, который последняя версия, да, ну, и единственная продающаяся в России. Кончик серый. Кроме того, что они отличаются по цвету, они отличаются по форме, поэтому старая зарядка, которая была до 2020 года включительно, не влезет в новые машинки, которые пошли с 2021 года. Там просто другая форма и никак не воткнуть. Да, вот смотрим, форма у нас 2021 года, это, там, до 2020 года, что было. Обратите внимание, здесь вот есть такие выступы, да, вот. Из-за них старая зарядная, она туда, ну, не влезет никак, при всем нашем желании. Да, вот новая зарядная туда вполне себе влезет, но новая зарядная не влезет на старую машинку. Вот такая вот беда. Обращайте на это внимание, люди, которые заказывают себе какие-то там новые зарядки на старой машинке, учитывайте при заказе, что произошли изменения. Есть зарядные, они могут быть разные, хотя артикул у машинок вл никак не поменял. Вот при переходе, при изменении цвета рычажков они поменяли артикул у машинки, а вот при изменении зарядок артикул не поменяли. Но зарядка это бог с ним. Помимо зарядки, изменилась и начинка. Почему? Если посмотреть на характеристики зарядок, не знаю, там увидите, сейчас не увидите, мне самому будет найти, где оно написано. Так, вот здесь вот у нас старая зарядная. Смотрим, у него выход 4 вольта 2 ампера, 4 вольта. А вот у нового зарядного... Ну-ка, давай фокусируйся. Давай, возьмите в руки тряпкой, сфокусируйся. А у нового зарядного уже 5 вольт 2 ампера. То есть, очень существенное такое изменение в напряжении. И в связи с этим пришлось поменять начинку. Смотрите, внешне сразу же бросается в глаза то, что изменился цвет системной платы. Да, если раньше у нас была плата красного цвета, и фактически на ней был набор резисторов, и по большому счету больше ничего там и не было. Да, то есть, очень примитивная плата. Из-за этого практически всегда неправильно лампочка показывала конец зарядки. Она показывала, что зарядка уже завершена, а по факту там нужно было заряжать еще полчаса, а то и час. На новой плате там уже не поскупились на начинку. Она уже гораздо более точно отображает процесс зарядки и конец зарядки. Причем тип индикации изменился. Если на старой машинке у нас просто лампочка загоралась, когда идет зарядка, когда зарядка закончилась, у нас лампочка тухла. То здесь в процессе зарядки у нас лампочка подмигивает, давая понять, что вот реально идет заряд. Ну и видите, что здесь не просто набор каких-то резисторов, а здесь уже вполне себе добавили какой-то логики. Понапаяли у нас там микроконтроллеров каких-то. Ну и соответственно можно надеяться на то, что в целом качество работы машинки от этого только улучшится. И срок службы аккумуляторов увеличится. Кстати говоря, об аккумуляторах. Обратите внимание, что аккумуляторы у нас здесь разного цвета. Но они не просто разного цвета. Вот этот старый аккумулятор, оранжевый. Смотрим маркировку. 3,6 вольт, 2,200 мАч, 7,92 Ватт-часов. А здесь у нас все те же самые 3,6 вольт, но 2,600 мАч, 9,36 Ватт-часов. То есть у нас емкость аккумулятора увеличилась примерно на четверть. Ну, чуть меньше, чем на четверть. Но тем не менее, если почитать инструкцию, которая идет в комплекте к машинкам, там это изменение никак не отображено, никак не изменилось время зарядки и никак не изменилось за декларированное время работы от аккумулятора. Для меня это подозрительно. Можно было бы предположить, что изменили там мотор, но мотор остался все тот же самый. Это все тот же самый недорогой. Порядка 5 долларов за штуку Мабучи. 380SH3560. 380SH3560. То есть мотор остался тот же самый. Соответственно, потребляет энергию. Он ровно столько же. Обороты у него те же самые. Стало быть, на большем аккумуляторе он должен работать больше. Но давайте подождем. Возможно, со временем Волл у нас подкорректирует инструкцию и покажет, что время работы увеличилось примерно на четверть. И увеличилось время зарядки. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот небольшое наблюдение. Что это нам принесет? Повышение надежности? Либо наоборот, снижение надежности? Я пока не знаю. Поживем, увидим. Но, тем не менее, выбирать нам не приходится. Все новые машинки, все новые Magic Leap'ы, все новые Senior'ы, все новые тапки беспроводные. Они все идут с новой начинкой и новым зарядным серым концом. Пожалуйста, учитывайте это при заказе зарядок. Что, ну, возможно, если у вас машинка старая, новая зарядка к ней не подойдет. Ну, на этом, в общем-то, я рассказал все, что хотел. Если что, заходите за этими машинками в наш магазин. Заходите за зарядками, если они вам нужны. Ну, и напоминаю, что если есть вопросы, можете задать их прямо здесь, в комментариях под видео. Либо в нашей группе ВКонтакте, либо пишите в Инстаграм. Но быстрее всего получите ответ, если напишите напрямую нам в Телеграм. На этом все. Заходите вновь на наш канал. Пока-пока.